Всех приветствую, всем доброго дня! Как и обещали, делаем вам обзор результата посадки луковичных растений. Я уверена, что это всегда невероятно интересно, потому что когда мы с вами вроде бы только что видели саму посадку, и уже у нас есть видео о том, какой получился результат. Сегодня 6 мая, на улице сильно похолодало, я даже утеплилась сегодня в пальто. Но, тем не менее, растения, наверное, даже и лучше себя чувствуют, потому что если бы сейчас стояла жара, тюльпаны бы отцвели мгновенно. А так у них есть возможность подольше покрасоваться, чему я, собственно говоря, очень рада. Но у нас уже были заморозки до минус 1-2, я обрабатывала сад эпином, потом пыталась здесь что-то накрыть, потому что очень жалко, были молодые побеги роз. Но что-то, конечно, сохранилось. Очень переживала за тюльпаны, потому что хотелось вам показать цветущий объём этих замечательных весенних растений. Слава богу, всё сохранилось. И почему решили снимать сегодня? Потому что буквально день-два, и обещают в Подмосковье заморозки, даже мокрый снег. Поэтому сегодня наше видео о том, как выглядит розарий с тюльпанами в самом начале мая. У нас уже, конечно же, вторая волна цветения, достаточно активная. Первая волна у нас процвели крокусы крупноцветковые. Это было невероятно красивое зрелище. Очень любимые мною сорта пиквик. Фиолетовый, с красивой нежной сиреневой полосой по бокалу. Также процвели ирисы сетчатые, насыщенного винного оттенка. Это тоже была невероятно красивая картинка, особенно на фоне ещё только-только отрастающих роз. И сейчас мы с вами уже можем, конечно же, в полном объёме наслаждаться зрелищем тюльпанов. Нарциссы уже буквально вчера отцвели. К сожалению, мороз их добил. Не могу их показать вам в полном объёме. Нарциссы, которые были ранние. А те, которые поздние. Вот, например, мой любимый сорт Аба. Он сейчас только набирает объём. И у него всё впереди. Я надеюсь, что он переживёт хорошо понижение температуры. И мы с вами сможем ещё раз насладиться видами этого прекрасного места. Что касается ассортимента. Мы его с вами обсуждали, когда было видео о посадке. Но сейчас каждый сорт я вам опишу подробно. Поставлю название этого сорта для того, чтобы особо понравившиеся вам растения вы смогли приобрести для ваших будущих цветников. Цветовая гамма у нашего розария насыщенно розовая. Нежные оттенки розово-лиловые, сиреневые. То есть такие переходы тона. Поэтому и тюльпаны у меня выбраны примерно в такой же гамме. Единственное, что есть акценты достаточно тёмного. Такого прям цвета бургундии или цвета марсала, как сейчас модно говорить. Оттенки тюльпанов, они, конечно, невероятные. И обратите внимание, как здорово они перекликаются с молодыми, такими красно-коричневыми побегами розы. Это тоже своего рода такой нюанс по цвету. Также я очень люблю по форме лилийцветные. Представляете, какие они изящные. Вот даже стоят они в закрытом состоянии. Они невероятно красивые, как корона принца или принцессы. За это, конечно, лилийцветные мы очень тюльпаны любим. Ну и густо махровые. При этом здесь они не только махровые, они ещё и бахромчатые. Было бы, конечно, здорово, если бы вы их увидели в полном распуске. Потому что это действительно какой-то просто шар получается невероятной красоты. Но, тем не менее, меня очень устраивает внешний вид даже полуроспуски этих тюльпанов. Поэтому я считаю, что выглядят они здесь просто замечательно. Много было вопросов на тему, как, собственно говоря, размещать луковичные растения, если у нас здесь цветут многолетники. Смотреть всё очень просто. Здесь у нас, естественно, есть крупные сорта роз. Здесь же у меня посажен дельфиниум. Здесь же вот-вот только начинает отрастать прекрасный экземпляр дербеника Роберт. Все эти растения высажены здесь на постоянных местах. Это многолетники. Так вот, тюльпаны я специально высаживала между многолетников и между роз. Для того, чтобы после того, как тюльпаны отцветут, мы уберём обязательно семенную коробочку, которая здесь появится. И можно дождаться, когда пожухнет лист. В этом случае мы понимаем, что в луковицу ушли все питательные вещества, накопленные растением. И розы, когда они уже будут в большом плотном объёме, перекроют жухлую листу тюльпана. Второй вариант. Мы можем тюльпаны выкопать заранее, причём лист ещё может не пожелтеть. Но в этом случае мы тюльпаны должны будем с листом перенести в проветриваемый сарай, для того, чтобы там луковичка полежала и накопила питательные вещества. То есть при определённой температуре, выше 20 градусов, она завяжет крупный бокал на следующий год своего нового цветка. Это правило работает, работает всегда. У нас на нашем YouTube-канале есть много видео, что касается хранения, выкопки тюльпанов. Но я постараюсь для вас в этом сезоне, сейчас это весной, снять ещё одно, потому что было очень много всегда вопросов, что всё я делаю неправильно, нельзя выкапывать с листом, всё можно. Давайте тогда сделаю отдельное видео для того, чтобы все эти мифы развенчать. И рассказать вам о том, как, собственно говоря, какими способами мы можем сохранить тюльпаны, если нам нужна срочная выкопка, или они у нас могут немножечко посидеть в открытом грунте. Ну и что касается формы, здесь вы видите ситуацию следующая. У нас соцветия разные по форме. У нас есть шапочки, у нас есть длинные, вытянутые, лилицветные. Конечно, мною любимые триумф тюльпаны с хорошим, большим, ровным бокалом. Это такие рабочие солдатики, которые смотрятся всегда просто изумительно. Однозначно, нарциссы, которые здесь присутствуют, они... Вот те, которые у нас уже отцвели, я постараюсь вам приложить фотографии, вы сможете посмотреть, как выглядела эта зона, когда отцвели только одни жёлтые нарциссы. Это тоже было прекрасно. Но нарциссы поздние, они, конечно, создают такой вот эффект красивых нежных звёздочек, которые среди большого объёма тюльпанов появляются. Поэтому, безусловно, когда мы с вами подсаживаем разные по форме тюльпаны, смотрится это очень здорово. Но цветовую гамму, вы видите, она примерно одинаковая. Белый – это всегда нейтральный цвет, он всегда идеально работает. Насыщенные оттенки привлекают к себе внимание. Мы с вами высаживали, если вы помните, тёмные как раз эти бордовые тюльпаны. И здесь же сейчас должны скоро появиться зеленоцветные. Они невероятно красивые, сочетаться они будут здорово. Но чуть-чуть они почему-то опаздывают, хотя по сроку они должны были цвести все вместе. Но, тем не менее, картинка мне очень нравится. Я выхожу сюда каждое утро и с большим удовольствием наблюдаю за тем, как меняется форма бокала тюльпана, потому что каждый день они раскрываются. Когда светит солнышко, они в полном своём распуске тоже очень интересно выглядят. И, безусловно, пока ещё нет цветущих многолетников, луквичные привлекают внимание. И, по моему глубокому убеждению, много луквичных в саду не бывает. И чем больше вы сделаете больших и ярких пятен, тем интереснее будут ваши весенние сады. А знаете, как здорово здесь рано утром, когда солнышко только-только всходит, и нежные такие лучи, они падают на тюльпаны, подсвечивая их как бы изнутри. И, кстати говоря, на закатном солнышке тоже они очень хорошо смотрятся. Поэтому, ещё раз повторю, много тюльпанов не бывает. Если есть такая возможность, всегда их высаживайте. А теперь пойдёмте, и я вам в розарии, которая находится напротив, покажу, как цветут прекрасные, мной любимые мускарики. А почему я вас пригласила именно на эту сторону розария? Потому что удивительное дело. Хотя, казалось бы, та страна более длительное время находится на солнышке, но почему-то мускари именно в этой части розария зацвели быстрее. Там они только-только ещё ботанизируются, а здесь они уже в полном объёме. Отдельно хочу отметить, насколько интересный цвет у мускария. Вот градиент перехода от нежного, такого шартрезно-бело-зелёного в изящное голубое. Мускарики вообще-то моя отдельная любовь. Такие стойкие оловянные солдатики, которые практически с любым цветом прекрасно работают. А ещё отдельно вам хочу показать вот такое чудо чудесное. Как я улыбаюсь, когда приходят мои гости, вы видели когда-нибудь цветущий тюльпанами куст розы? Ну вот если не видели, то посмотрите. Это опять способ посадки, когда мы высаживаем растение достаточно близко к кустику. И в случае, когда, ну здесь у меня уже куст взрослый, он нарастает, и тюльпанчики как бы прорастают сквозь него. Ситуация, они хорошо держатся на ветру, ну и у нас получается такой цветущий куст розы. Дополнительная возможность улыбнуться, когда вы прогулитесь по своему саду. Ещё раз отмечу на то, что прекрасно работают тюльпаны, когда мы видим нюанс по цвету с яркими соцветиями тюльпана и только-только отрастающими листочками розы пурпур и пурпур. Мне это очень нравится. Компания, подходящая по градиенту, это вообще отдельная моя слабость. И, кстати говоря, здесь даже у нас и дербенник Роберт намного пышнее, хотя кустики высаживали одинаковые. На переднем плане у меня сейчас зацветает гравилат. Гравилат это один из самых ранних многолетников, он такого нежного розово-оранжевого оттенка. Тоже будет очень хорошо работать с нашими тюльпанчиками. Ну, наверное, всё, что хотела вам сегодня рассказать о прекрасном розарии, который украшен у меня в этом сезоне тюльпанами, наверное, всё рассказала. Сейчас подснимем вам просто красивые виды, красивые картинки моих прекрасных тюльпанов и подпишем сорта для того, чтобы вы могли понравившиеся вам приобрести и высадить их уже в этом сезоне, чтобы весной получить такую же красивую картинку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok